Друзья мои, в этот четверг мы разбираем фильм «Два лика января» 2014 год. В главных ролях Кирстен Данст, моя любимая актриса. Ну, не самая любимая, одна из любимых, скажем так. Поэтому у вас есть три дня на то, чтобы посмотреть этот шедевр. А сегодня мы заканчиваем курс лекций по психосексуальному развитию, а главным образом подытожим двумя фазами. В заключительном это латентная фаза и генитальная фаза. Но прежде чем приступить к этим двум заключительным фазам, мы немножечко подытожим все то, о чем мы говорили ранее. Первая фаза – оральная от нуля до полутора лет, правда же, вспоминаем. И если там именно происходит какая-то конфликтная ситуация, ну, например, мамочка куда-то исчезла, ушла учиться, ребеночка отдали няне на бабушку и так далее, да, вообще, ребенка отвергли, травма покинутого или отвергнутого младенца. Все, тогда ребенок научается сам справляться со своими потребностями, сам удовлетворять себя, да, он становится тотально фрустрирован и в дальнейшем уже не может удовлетворить себя вообще никогда. Все, это бесконечная дыра, которая никогда не заполняется. Формирование так называемой зависимой личности. Туда входит наркомания, алкоголизм, игромания, шопоголики, вот эти девочки, которые просто забивают, и не только девочки и мальчики, забивают свои шкафы просто ненужным каким-то хламом это лежит, даже нераспакованное очень часто, но оно никак, оно не может угомониться. Игроманы, несобранные очень люди, да, люди, которые безумно боятся поглощения и вместе с тем без конца ищут, кто бы о них позаботился. И о них действительно нужно заботиться, потому что они настолько могут быть безответственными в этом смысле, да, настолько инфантильными, что могут проспать на работу, могут не взять то, что им нужно, могут, в общем, отсутствует вот эта какая-то стратегия и планомерность. Все, это какие-то маленькие дети, бесконечные совершенно, да, но при этом они очень живые, такие радостные, опять же, с очень лобильной психикой, то есть прослеживается яркая цикличность или аффективные какие-то веселые настроения, или же панически депрессивные, вот такие яркие волны. Опять же, кто вспоминает себя, грыз без конца какие-то ручки, что-то обсасывал, грыз ногти, сосал волосы, пальчик можно увидеть, ребенок в 5 лет может продолжать сосать свой пальчик, да, вот такие оральные фиксации, стойка можно наблюдать даже уже и у взрослых людей. И все это наша первая оральная фаза. Далее, аутоэротическая, безусловно, да, когда энергия либидо направлена на самого себя. Вторая фаза анальная, контролирующая, когда ребенок удерживает каловые массовые, вот мне писали, я даже читала в комментариях, да, что вы написали, но разве можно вот свои естественные испражнения удержать еще как можно? Понятное дело, что если у тебя понос, конечно, ты не в состоянии это все удерживать, однако если у этого всего есть некоторая тенденция, то есть напряженная такая, напряженный пресс, напряженный живот, правильно? Вот спросите даже людей, которые страдают запорами, они вам скажут, что причиной всему стало то, что я жила со свекровью, к примеру, и мне было не сходить в туалет, или мы были молодоженами, мне было не сходить в туалет. Или на рабочем месте есть какой-то неудобный туалет, где человек боится сходить по-большому, он боится покакать. Соответственно, да, здесь мы с вами наблюдаем, еще как можно удерживать свои каловые массы, если ты на протяжении всего дня удерживаешь живот в некотором тонусе, да, можно даже, есть такой термин, как спазматический запор невротика, вот это от напряжения. Идут какашечки, как козий горох такой, очень дробовидная, что ли, каловая масса, такая очень дробная получается, вот именно из-за этого напряжения. Так вот, анальник маленький научается своей какашечкой от 3,5 лет до 6 контролировать все вокруг. То есть он может покакать, может нет, может наказать вас этим, может нет. В дальнейшем, если произошли какие-то, например, насильственное приучение ребенка к горшку, конфликтные какие-либо ситуации в семье, опять же, в данном случае либидо, именно энергия секса, энергия жизни застревает в этой фазе, в последующем формируя, так сказать, анальный характер. То есть человека педантичного, контролирующего, скупого очень даже. И если это приобретает формы яркого невроза, то может перейти и в обсессивно-компульсивное расстройство. Все. Вот такой характер, очень садомазохический, потому что удерживать какашечку, это и больно, и приятно одновременно. Вот и все. Это что касается наших с вами, моих любимых, вернее, анальников, и вообще наших с вами анальников. Далее у нас с вами, что после анальников, у нас наступает фаза, когда человек понимает, что у него есть писулечка, и у другой девочки тоже есть писулечка. И что они могут взаимодействовать, смотреть, какая у тебя писулечка, какая у меня, это такой момент становления, перехода от фаллической фазы как бы к эдиповому комплексу, к эдиповому вот этому периоду, к эдиповому конфликту. И поэтому она настолько емкая, настолько большая, вот эта фаллическая фаза, что ее можно разделить даже немножечко на две. Потому что вначале она аутоэротическая, все-таки он играется со своим писульком, ребенок смотрит, наблюдает, что там происходит в три с половиной года, она еще аутоэротическая. Но потом, подходя все ближе и ближе к эдиповому комплексу, к эдиповому конфликту, когда действительно мальчик начинает конфликтовать со своим отцом, набирается страх кастрации раз, у девочек появляется зависть к пенису два, в данном случае у нее будет формироваться, если произойдут проблемы, а комплекс электры. Мы помним с вами эти два мифа очень красиво. Соответственно, вот с середины где-то этой фазы уже аутоэротическая энергия переходит в предметную направленность, переходит в предметную. То есть сначала ребеночек очень сильно был фиксирован на себе, игрался со своими гениталиями, как-то пытался мастурбировать, ну пусть даже очень инфантильно, пусть даже очень по-детски, он уже чувствовал, что стройка водички делает приятно, что когда я трусь писью, а подушечку мне как-то приятно, когда я ручками там что-то такое себе делаю, даже маленькие дети могут жаловаться, мама у меня писью щиплет. А почему писью щиплет? Писью щиплет, потому что ребенок в течение обеденного, например, сна, да, или вечером опускает свои ручки в гениталии и начинает там вот что-то ковырять, нюхать, смотреть, пальцами облизывать, изучать, так сказать, вообще свою сексуальность. Вот и все. Но когда мы подбираемся уже к эдиповому конфликту, вот там вот та фиксация, то возбуждение и та направленность, она становится гораздо больше предметной. Все. Мальчик уже желает сексуально свою мать, девочка начинает желать сексуально своего отца. Соответственно, эта направленность уже очень такая конкретная, да, конкретному объекту. Соответственно, это мы с вами все обсудили. Все. Что мы еще проговорим? Когда происходит какая-либо травма? В этой непосредственной ситуации, в этом периоде жизни очень-очень-очень важно. Почему я и говорю? Вообще, самое главное все то, что происходило от нуля до семи лет. Вот. Это та фаза, которую непременно нужно вспоминать. Что было там и тогда. Но многие люди амнезируют. Они совершенно не могут вспомнить. Вообще, просто убей, не помню, что происходило в этот период. Ну, вообще не помню, да. Соответственно, возможно, были какие-то вытесненные воспоминания, и мы потом подберемся к этим вытесненным воспоминаниям. Они будут чуть-чуть дальше, уже в латентной фазе мы будем с вами все это вытеснять, да, нечто неприемлемое, вот эти все наши влечения. Они в дальнейшем с формированием суперэго становятся неприемлемыми и вытесняются. Так, ну давайте немножечко заострим чуть-чуть внимание на вот как раз той фазе, когда... На фаллической фазе вы помните, это мужчина, очень громко заявляющий о себе, конфликтующий с миром, да, я есть, я такой охрененный. Это если мы будем говорить про характер и некоторые патологические измененности в нем, да, именно такие вот фаллический характер, то есть показать, какой я крутой, явиться больше, чем я есть, продемонстрировать все свои перья. Есть такая истероидность, да, яркость, и у женщин главным образом может выражаться это в промискуетете, в бесконечном попытке покорить мужские сердца и так далее, докрикнуть и заявить о себе. Это первый такой формат. И второй может быть формат истероидность, может быть взаимодействована вместе, в перемешку с такой борьбой с мужчинами. То есть у меня тоже есть яйца, я тебе покажу, я из тебя сделаю вообще алкоголика, недоноска какого-то, я вышвырну тебя на помойку, посмотри, какая я сильная, как я могу зарабатывать, как я могу тебя унизить, да, вспоминаем вот этот зависть девочки к пенису, что у тебя есть это, это, а у меня этого нет. И вот этот сопернический момент может всплывать в данном случае вот в этом фаллическом характере. Хорошо. Давайте дальше будем с вами приходить к латентной стадии, которая у нас формируется от 6 до 12 лет, когда все-таки все более и более и более начинает активизироваться суперэго. Ребенок уже понимает, ага, это как-то не очень красиво, это вот не очень хорошо. Он принимает эти правила, да, социальные правила, правила игры, что называется, вытесняет, соответственно, поскольку суперэго, родитель, контроль, нравственность, так хорошо и плохо, да, возобладает, он понимает, что да, все то, что я делал, это неприемлемо, и это нужно забыть, все. Все эти воспоминания, влюбленность к матери, да, и там соперничество с отцом вытесняется, человек забывает, что там было вообще в период детского сада, что, как там это все происходило, какие у него были друзья, ну, мало какие-то, какие-то отголоски прошлого, может быть, прорываются. Но в целом в этой фазе идет вот такое тотальное вытеснение, все. Это помнить не нужно. Соответственно, ребенок все больше и больше социализируется, начинается последняя уже группа, дальше первый, второй, третий класс, он уже обзавелся друзьями, ему уже очень интересно, соответственно, всякого рода сексуальная энергия, она трансформируется в нечто другое. Все, ему очень становится интересно. Он вовлечен в кружки, в какие-то интересные предметы, в какие-то интересные игры, да, компьютерные игры, какие-то путешествия, уже книги. То есть есть та социальная жизнь, которая ребенка захватывает, и всякого рода эдиповые конфликты уходят на последний план. Все. Вот такие вот вещи у нас происходят. Да, безусловно, могут происходить отголоски из прошлой, да, ребенок может немножечко регрессировать, если были какие-то сложности в предыдущих фазах, но вместе с тем, вот, главным образом, что отличает эту фазу от других, это вот эта та самая социализация и супер-эк. Так. Преобладание нежности над сексуальностью. Да, снижается половой интерес. И вот энергия либидо переносится на общественные интересы. Так, что еще мы тут можем сказать? Что дальше мы можем с вами проговорить? Вот очень следующая, так сказать, фаза, давайте подытожим вообще все то, о чем мы говорили ранее, это генитальная фаза, фаза взросления, наш ребенок, который уже вырос, у девочек могут начинаться месячные, у мальчиков постепенно могут начинаться какие-то полюции, но тут уже про взрослую все-таки сексуальность, все. Идет такое, что ли, растождествление с родителем. Вот можно заметить, мама, мама раньше водила спокойно ребенка в школу, а здесь мама не надо, мама, меня не позорь, я пойду на этой стороне улицы, ты едим, пожалуйста, на другой стороне улицы. Вот появляется такая взрослость. И поэтому принято считать, что генитальный характер это самый такой здоровый, зрелый характер. Если ребенок прошел удачно все стадии психосексуального развития, то подытожив вот в этой генитальной фазе, генитальная стадия, все, это уже абсолютная взрослая сексуальность. Он четко видит объект, что ему нравится конкретная девочка, этот человек может понимать, этот подросток может понимать, чего он хочет, он уже научается брать ответственность, делать взвешенные взрослые решения. Он совершенно спокойно справляется с потребностью в быстром удовольствии. Он может это удовольствие откладывать на потом. Все. Не пытаться сделать это во что бы то ни стало сейчас, как, например, это делает оральная фиксация. Вот оральная фиксация во что бы то ни стало, мне нужно здесь и теперь получить мое удовольствие. Все. ждать я этого не собираюсь вот такая инфантильность то есть говоря про генитальный характер это все таки самые такие зрелые самые взрослые самые психически здоровые люди признаться видела таких немного и если говорить о этих немного вспомнить я их не могу в силу того что может быть я клинический психолог и ко мне приходили своеобразные все-таки уже люди правильно травмированы не могу я вспомнить ни одного человека где бы я смело сказал да это генитальный характер действительно зрелая взрослая личность очень такой человек ну что ли беспроблемный не могу вспомнить не могу вспомнить а еще происходит такая вот какая штука а гомосегрегация то есть направленность на свои на свой объект девочки могут влюбляться в своих подруг влюбляться в свою мать вот как интересно понимаете да точно так же как мальчики могут любить очень своего тренера любить какого-то преподаватель очень любить своего друга понимаете да есть такая потребность в чем-то абсолютно однополом то есть это как бы норм понимаете да это абсолютно нормально все ребенок прибывает подростка верни пребывает в этой потребности быть с человеком своего вот так что еще что мы еще мы с вами тут упустили собственно говоря до формирование зрелой сексуальности все ну вот и все ребята скажите что вы еще хотите сюда добавить какие у вас есть пожелания по поводу психосексуального развития в целом мы с вами все неплохо прошли да все неплохо понимаем все неплохо понимаем так ну все главным образом то самая инфантильная сексуальность это первые три фазы все конкретно когда есть вот это ауто эротическая направленность дальше она уже предметная и сексуальность становится все более и более взрослым и вы понимаете да вот это формирование характера собственно говоря с этим очень трудно поспорить очень трудно поспорить вы меня спрашиваете может ли быть и то и другое до что у меня как будто немножечко как будто бы я вижу в себе и оральную какую-то фиксацию вместе с тем фаллическую может может быть и такое вот и все может быть и такое безусловно не обязательно это будет какой-то чистый психотип такой нет не обязательно все мои любимые я вас целую обнимаю пожалуйста посмотрите фильм 2 алика января и мы будем с вами его в этот четверг разбирать разбирать до фрейд конечно просто прекрасен согласитесь говорим ему огромное спасибо вы меня спрашивали кстати про векторную психологию психотерапию они потом присосались просто все все это векторное направление присосалась к фрейду но вообще родоначальник всего этого естественно зигмунд фройт все я вас целую обнимаю подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал заходите на мой сайт вранька степанова точка ком чтобы приобрести очень много полезной информации пишите еще что вы хотите интересного разобрать какие такие для вас интересные вещи